Здравствуйте, меня зовут Наталья Бергер, я актриса, закончила театральный институт имени Щукина. Училась в колледже Табакова и прошла интенсивный курс в школе Листрасберга в Лос-Анджелесе. Я хочу познакомить вас с людьми, которые имеют прямое отношение к кинематографу. Никто не думал, что он когда-то попадет в Америку. Любой человек может стать известным. Где вы учились? Кто ваш мастер? Клин Истут. Самый лучший актерский учитель в мире. Если фильм делается в Америке, его весь мир смотрит. Не в каждом фильме нужно русский. Во-первых, нужно не иметь акцента. Ты себе сделала карьеру. И в России все знают. Но в Америке их никто не знает. Многие хотят сниматься в Холливуде. Но когда человеку суждено где-то оказаться, он там окажется. Правильно. Ольга Куриленко. Очень хорошая актриса. Мы какой-то у нас. Я хочу ее репрезент. Можно сделать так, чтобы выйти вперед других актеров. Бандитов? Олег Токтаров. Или проституток? Я в юне. Ситуация с Харви Вайнштейном? У тебя есть фортиатопация в бизнесе. Путь в Голливуд? Это дорогого стоит? Кино – это хорошая вещь. Особенно, если хорошее кино. Есть талант? Иди в этот бизнес. Единственный в мире русскоговорящий актерский агент, который проработал в индустрии более 35 лет. Его имя Виктор Круглов. И он действительно занял свою нишу в Голливуде. Здравствуйте. Мы с вами находимся в офисе актерского агента Виктора Круглова. Виктор, спасибо вам большое, что вы сегодня выделили время на нашу беседу. Я вам очень благодарна, потому что темы, которые мы сегодня с вами затронем, надеюсь, будут интересны не только нам с вами, но и режиссерам, актерам, агентам, людям, которые связаны с киноиндустрией, а также просто людям, которые идут за своей мечтой. И мой первый вопрос к вам. С удовольствием поделюсь своим опытом и своими знаниями. Мне интересно, была ли у вас мечта в молодости и связана ли она каким-либо образом с кинематографом? Вау! Это была мечта, но мое время, и я жил в Одессе, в Советском Союзе, то никто не думал, что он когда-то попадет в Америку. Но когда я был маленький, у меня на моем столике стояла открытка, и написано на ней был Холливуд. И такое все было разноцветное, пальмы и все. И я смотрел на эту открытку, когда мне было 7-8 лет. И эта открытка мне, мамин друг, он плавал на китобойной флотилии, ловил китов, и он мне привез эту открытку. И я вот всегда на нее смотрел и мечтал попасть в Холливуд. Но потом я очень влюбился в кино. Я смотрел кино, ну, во-первых, я не пропускал ни один фильм-фестиваль в Москве. Каждый через год там были фильм-фестивали. Потом ходил в кино, ну, где-то смотрел, наверное, по 3-2-3 фильма в день. Каждый день. Это было как Хаби у меня. Вот. Потом, когда приехал, я не думал вначале открывать этот бизнес, потому что нужно много знать, надо не так легко открыть этот бизнес. Но так случайно попалось мне, что я открыл его как случайно. И когда я открыл, я влюбился в него и стал продолжать его, и до сих пор его делаю. И вы известны миру как русскоязычный, единственный русскоязычный человек, который создал актерское агентство в Голливуде, который на рынке уже более 25 лет, если я правильно помню. Больше 30 лет. И до сих пор работает. Мне в сегодняшнем интервью хотелось бы этих людей поддержать с вашей помощью. С удовольствием. Потому что у всех людей есть мечты. И иногда эти мечты они осуществить боятся. Или им что-то мешает. Или еще есть какие-то обстоятельства, по которым они в своей жизни эту мечту осуществить не могут. И вот вы сейчас своими словами сказали, что в 7 лет вы увидели картинку сказочного яркого Голливуда. И вот смотрите, вот вы здесь. Такая была судьба. И вы здесь успешный человек. И вы работали с очень известными людьми, которые здесь покорили Голливуд. Или сделали какой-то вывод о Голливуде, о кино, о работе здесь. И мне, конечно, хочется у вас спросить. Вот прошло столько времени, вы говорите, более 30 лет. И сейчас в мире считается, что идет глобализация. Что можно сказать по этому поводу об американском кинематографе? Стал ли путь в Голливуд более открытым сейчас, нежели 30 лет назад, для молодых актеров? Я говорю не только о русских актерах, потому что я, когда готовилась к интервью с вами, я посмотрела, что вы также занимались европейскими актерами. Все правильно, да. Вы, после того, как у вас существовало, то есть вы начинали с модельного агентства, потом вам это стало менее интересно, и вы, в общем, создали творческое агентство талантов, что для вас было более интересно. Правильно. В связи с этим мне хотелось бы у вас спросить, для европейских граждан и для русских в том числе сейчас путь в Голливуд стал более открытым, возможностей больше, чем 30 лет назад? Больше открытый путь, чем раньше. Бизнес полностью поменялся из-за интернета. Актеры могут работать, те, которые живут в России, могут работать в Америке. Почему? Потому что, например, они могут сами себя записать на тейп, на пленку, послать свой материал продюсерам сюда, их увидят. Все. Они не должны, как раньше, приехать специально встретиться на интервью. Теперь проще. Например, если ты показала продюсеру себя, как ты сделала сцену, которую он хочет сделать в кино, эту сцену, и он посмотрел, и он влюбился в тебя. Все, что он должен сделать, подождать, пока тебе дадут разрешение. Если продюсер хочет, он может запросить иммигрейшн-сервис и сказать, что вот эта девушка мне нужна для моего фильма, у меня фильма не будет без нее. Фильм, например, 100 миллионов долларов. Фильм, конечно, если этот фильм стоит 5 тысяч, то они с него будут смеяться. Но если этот фильм стоит 100 миллионов, и он скажет, что у меня фильма не будет, то есть не будет работы для американцев. Он еще нанимает много людей на работу, и многим платит. Поэтому все пострадают. Поэтому они 100% дадут разрешение. А раньше, что нужно было, чтобы он приехал или туда ехать, то есть просить разрешения, чтобы приехать, намного более сложно было, чем сейчас. То есть это облегчило процесс утверждения актеров по всему миру? Да. То есть вот в этом смысле глобализация работает, так сказать. Ну, маленькая проблема, что этот человек должен быть незаурядным талантом и иметь что-то такое, что его захотят. Потому что многие хотят сниматься в Холливуде. Мне каждый день с утра до вечера люди присылают имейл, и звонят, и тексты, и все, что угодно. Я хочу в Холливуде сниматься, посмотри на меня, Холливуд, Холливуд. Но ничего не сделал, только начал сниматься где-то. У него нет разрешения на работу, только как, и на него обратят внимание. То есть без разрешения на работу официального, без документов, смысл, смысл. То есть те истории, которые нам рассказывали, когда актеры приходят на пробу, и вдруг говорят, ой, вот эта девочка или этот молодой человек, то, что сейчас нужно, и мы тебе сделаем документы только потому, что ты нам сейчас подходишь, как нельзя кстати, и мы хотим только тебя. Дело в том, что если, конечно, если его хотят, если у него есть имя, или много фолловерс на интернете, много фолловерс, там миллионы фолловерс, тогда это выгодно продюсерам. Или у него есть имя в его стране, продюсерам тоже выгодно. Простой такой пример. У меня парень приехал, один русский, закончил New York Film Academy. Пришел ко мне, говорит, я буду тебя, хочу учиться в Холливуд. Вот я вот закончил, мне стоило деньги, мне хочется кино сниматься. Говорит, я тебя, чтобы видеть, как Холливуд работает, я буду у тебя работать, помогать тебе. Я говорю, окей, хорошо. На Минта мне пристали, там запрос, они меня нашли с Францией. Там очень такой самый-самый популярный сериал сейчас в Европе, последний сезон. И они там берут только оттентинг русских. Если играть русских, там русские, там очень известны много русских актеров в этом сериале. И они мне говорят, там пару актеров, которые мне сказали, пусть они запишут себя на пленку и пошлют нам пленку, и мы по пленке решим. Окей, хорошо. Я сказал там тоже, кого они захотели, записали себя на пленку. Но я еще от себя сделал такое. Я этому парню, который мне помогал, чтобы сделать ему, ну, что-то сделать ему хорошее, я говорю, запиши себя, вот у меня материал есть, запиши на пленку, и давай пошлем. Что они делают? Они в крайнем случае не могут просто не посмотреть. Окей, мы так и сделали. Он записался, эту сцену, все, и послал им. Что ты думаешь? Тем, которые они хотели, чтобы вы взяли, они даже не хотели на них больше смотреть. Но он им так понравился, что они спросили меня, или у него есть, какой у него статус, какой статус. И у него есть ОПТ. В Европе он может сниматься. В Америке у него нет разрешения на работу, но раз они его берут с Америки, тогда должно быть. ОПТ сработало. И они его после всего, как они там думали, 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 искали, там, не знаю, многих искали, он им так сильно понравился, что они на все условия пошли. Там поменяли свой график, скетчула, все, и взяли его. Ну вот я об этом как раз и говорю, что вот эти чудесные моменты, которые встречаются. И он снялся, там, 9 серий снялся, там, закончился сезон, все, больше не будет, но это один из самых популярных сериалов в Европе. И все, так что повезло, просто повезло. То есть бывает так, что повезло, но если ты хочешь подстраховаться и быть готовым, то тебе нужно иметь документы. Это ОВАН, виза, насколько я знаю, и либо грин карта. Но просто, когда имеешь ОВАН, например, большие студии, когда они вот ставят кестинг, вот было вчера, позавчера было. Особенно в последнее время, вот то, что сейчас там происходит, там, Трамп и, you know, Путин, намного tighter получить разрешение. Сложнее, намного сложнее получить разрешение на работу. Поэтому там было написано, предупредите нас, мы accept only citizenship. Это вы имеете в виду вот эти вот пробы, которые сейчас я ходила? Да, и которые ты ходила, и которые еще вот, еще пару было запросов, написано, предупредите нас, если актер идет на одишен. Его статус must be only either United States citizen or green card or OVAN visa. Вот поэтому должна быть еще OVAN visa. И перед тем, как ты пошла на одишен, я им позвонил и сказал, эта девушка имеет OVAN visa. Ну, для того, спасибо, Виктор, что ты нам сказал. Это очень важно. Где вы учились? Кто ваш мастер? Книнный искус. А помимо документов, если говорить о том, когда приходит та мечта, тот успех, та вершина, о которой мы все думаем, и когда приезжаем в Голливуд, конечно, хотим до нее дойти, до этой вершины. Благодаря чему? Талант. Номер один талант. Это, или это все-таки какие-то networks, как здесь принято говорить, networking, это очень важная тема в Голливуде. Ну, знакомство, знакомство. Что, на ваш взгляд, является основным? Также есть, как я знаю, несколько типажей голливудской внешности, и все-таки на внешность здесь обращают большое внимание. Или же сейчас что-то поменялось, и уже внешность не так важна. А также в одном из ваших интервью я слышала, что если у тебя есть материальные возможности, ты сможешь, так сказать, тебе будет проще продвигаться. Это правильно. Я правильно поняла. Вот вы не могли бы мне объяснить, потому что я всегда верила в то, что и талант, и внешность с харизмой, и трудоспособность твоя, и упорство, и вера в свои мечты, все это вместе, когда звезды сойдутся вдруг в одном месте, приведут тебя к вершине. Если у тебя может быть миллион долларов, много-много миллионов, и у тебя нету таланта, ты ничего не сделаешь. Ты просто никуда не попадешь, или никто не будет вкладывать эти деньги, потому что ни таланта нету, чего это делать. Есть люди, которые имеют очень много таланта, очень талантливые, но по каком-то причине им не везет. И просто талант не замечают этот, или же очень много из талантливых тоже. Поэтому все должно вместе совпасть. Нужно быть креатив, то есть сообразительным по-русски, надо иметь талант. И правильных людей, ну как это все, как тебе сказать, креатив. Если ты креатив, и ты как бы good business, такой зацепка, у тебя хватка, бизнес-хватка, то ты себе сама, вокруг себя соберешь людей, бригада, которые тебя сделают звезду. То есть ты сама организовала себе группу, которая тебя пробьет. Любой человек, если имеет талант и правильно все организовать, любой человек может стать известным. Все, что тебе нужно, например, смотри, пример, Ольга Куриленко. Знаешь, что она такая? Конечно. Она сейчас меньше, чем миллион долларов не снимается. И период в фильме, который она хочет, ей предлагают, она читает, ей нравится, она говорит, да. Ставится на очередь. У нее целая очередь, там пять фильмов, которые очередь, чтобы она снималась. Ее ждут. Она дошла до этого. Почему? Потому что все правильно организовано было. Ей повезло тоже, она попала в пару фильмов в самом начале. То есть талант был, и была еще в правильном месте, в правильное время. То есть это удача? Да. Счастливый случай. Но это можно ускорить. Подумай, если, например, у тебя есть люди, которые имеют много денег и хотят, ты, инвестмент, в тебя увидали талант и увидали то, что они вложат деньги не в компьютерную индустрию, или не в кар индустрию, машину индустрию, а вложат деньги в тебя. И ты им принесешь больше. Если ты, например, начнешь потом зарабатывать по 3-4 миллиона долларов за фильм, плюс residuals, плюс мерчендайз, то есть ты в год принесешь тебе это 40 миллионов долларов. Это если они продюсеры, то есть это ты заработала 40, если ты представляешь, сколько они заработают, если ты получила 40 миллионов, это инвестмент. То есть ты нашла человека, который хочет в тебя вложить деньги и на тебе сделать бизнес. Все, тогда ты себе сделала карьеру. Намного-намного ускорила. Только если у тебя есть талант, все, что нужно, талант и деньги, тогда ты быстро вылетишь вперед. А как же вот быть ребятам, которые, например, еще только начинают в профессии? Я сама закончила, я училась у Табакова и закончила Шукинский институт, то есть я общалась с ребятами, с кем я училась, об их мечтах, об их целях, об их идеях, касательно профессии. И, конечно, наше образование в России, оно в основном ориентировано на театр. И наши педагоги, они с большим опытом, с большим уважением относятся к традициям, к традициям старой школы театра русского. Они очень уважают Станиславского, Вахтангова и чтят их школу и прививают нам традиции великих мастеров. И люди выходят из театральных вузов с ощущением того, что театр является храмом, является центром и основным местом реализации для твоей профессии. Почему британских актеров готовят таким образом, что они говорят с несколькими акцентами, что они могут сделать любой английский акцент? У них есть такой специальный предмет. И в театральных школах у них есть, ну, их готовят к тому, что они могут выйти на мировой рынок. Они могут попробоваться в «Игры престолов», они могут быть на равных с другими европейскими актерами. Как вы смотрите на систему образования в России и в Америке? Больше шансов, чтобы иметь 100% шансов, нужно не иметь акцента. Потому что если ты хочешь сниматься в таких сериалах, как больших мирового издания сериалов, то ты будешь больше реле для тебя как без акцента. Акцент, значит, ты уже иностранец. То есть, конечно, ты можешь взять, выучить английский вообще безукоризменно, иметь маленький акцент. Но уметь этот акцент превратить в другие акценты, во французский акцент. Чтобы ты говорил по-английски совершенно свободно, с французским акцентом, с английским акцентом, как в бритиш, с разными акцентами. То есть, без акцента тебе будет тяжело говорить. Но этот акцент может быть любой. То есть, пускай возьмут dialect coach. Есть такие специальные учителя, которые учат, как говорить, по французским акцентам, с итальянским акцентом, с мексиканским. Потому что есть разные акценты. То есть, если фильм, ты должна играть там испанку. Если ты не можешь делать испанский акцент, будет неправдоподобно. Ты будешь своим русским акцентом, не сыграешь испанку. Поэтому есть специальный coach, и ты тренируешься, как сделать испанский акцент. То есть, это одна из подготовок. Потом, of course, пускай возьмут, например, из России сейчас намного легче уехать, чем когда-то, либо. Правильно? Пускай узнают, кто есть самый лучший актерский учитель в мире. И возьмут у него, пока он еще существует, пока он еще не умер. Потому что ему уже там больше 70 лет. Лерри Масс. Люди после того, как берут его в школу, они говорят, и теперь я знаю, что такое акцент. После всех школ они все попробовали. После его они говорят, это было не вейст. Вот этот парень позанимался с Лерри Масс, он заплатил 35 тысяч в New York Film Academy. Там еще в другие классы ходил. В России он закончил какую-то там школу. И когда он с Лерри Масс, он позанимался один месяц. И что он сказал, я его спросил. Он говорит, вот это то, что я все это учил годами и годами, говорит, вот этот месяц мне больше дал, чем 2-3 года учения в других местах. Он говорит, после этого один месяц я не жалею. Я бы заплатил за этот месяц все деньги, чем за все остальные. Поэтому пускай возьмут, узнают, кто самый такой популярный актерский учитель. И у него позанимаются. А кстати, можно через камеру, как вы считаете, прочувствовать энергетику человека? Мне вот лично кажется, что все равно личная встреча отличается от видеозаписи. Ну если ты записываешь человека, и он не знает, что ты его записываешь, то тогда ты видишь, как он себя ведет, и все его на камере. А конечно, если он, ты знаешь, это все равно. Актерский учитель, талант это талант. Когда человек играет, ты видишь, как он играет, поливабол. Но что это, как он себя ведет. Если чуть-чуть завета было, иногда вот смотришь кино, фильм хороший, история, сюжет, все. Но вдруг один характер в кино появился, и ты смотришь, ва, как они его пустили. Не можешь оторваться. Но как они его пустили в кино. А, как они его пустили? Как они его пустили в эту роль, как они ему дали эту роль. Они уже просто, Польша не хочет смотреть это кино. Подключаешь его. Еще интересный момент по поводу проб. Первый вопрос, который тебя спрашивают на пробах в России, это где вы учились? Кто ваш мастер? И на основе этого могут сделать вывод о твоей школе, о твоей подготовке. Есть ли такая ситуация в Америке? Потому что, мне кажется, что нет. Нету такой ситуации в Америке нету. Потому что в Америке они предпочитают тебя записать в твою сцену, посмотреть, как ты играешь. И это самое важное. Как ты работаешь как профессионал. Окей. Ну, опять же, по-разному. Например, такой известный режиссер, актер, режиссер, как Клин Искуд. Я присутствовал на его интервью. После его фильма он там сделал фильм. И его интервировали там полтора часа, он отвечал вопросы. И его спросили, как вы делаете кастинг, когда вы хотите взять актера на работу. Он говорит, я его вызываю, сажусь и беседую с ним. И после моей беседы, мне даже не нужно видеть, чтобы он делал цену. Да, пробы не нужны. Да, он говорит, я, после беседы, я знаю, что он может сделать эту роль очень хорошо. Да. Поэтому это зависимости от чувства, от человека, как он себя повел. Ты с ним разговариваешь, как ты не будешь знать, он может сыграть или не может сыграть. Кстати, Говорухин тоже рассказывал, режиссер Говорухин, о том, как он, когда пробы проходила Светлана Ходченкова, у нее тоже были пробы, то есть это была не сцена, а это было общение с режиссером. Да. Режиссер знает, что он может с тебя сделать или нет. Он говорит, я тебе дам задание, и все, он знает, что она сделает эту роль, эту ее роль. Николь человек может стать известным. Нет, ну почему-то прям как-то обидно, что никого же прям нельзя назвать. И вот вы сказали, еще упомянули Ольгу Кореленко, она действительно и для меня, и для многих, я думаю, актеров, актрис, пример человека, который здесь работает, который добился успеха. Каких актеров, которые работали, сотрудничали с вами, вы можете назвать, которые стали успешными, которые свою мечту осуществили. А потом мы поговорим об обратной стороне. В Америке некого сказать, некого. В Америке никто не покорил из тебя. Правда? Правда. Ну кто он, можно сказать, Илья Волох, что он мировой актер такого калибра, как Ольга Кореленко? Нет. Нет. Павел Лучников? Нет. Ну кто? Есть актеры, которые приехали в Холливуд, сделали пару известных фильмов здесь, поехали в Россию, и в Россию их все знают. Но в Америке их никто не знает. И Ольга Кореленко, 90% американцев ее знают. Я знаю, что сейчас Юлия Снегирь, тоже глубоко уважаемая актриса, снимается с Джудом Ло. В главной роли. А у нее есть уже что-то есть. Ее возьмут, потому что она сделала что-то substantial. Ее возьмут из-за того, что у нее есть кредит. Ей повезло, она сделала кредит. Она снялась в главной роли с Брус Вилласом. И даже, может быть, она и не очень... То есть она удачно попала? Удачно попала. Она, может, если бы она была бы очень талантливая, то она бы скорее намного уже была бы выше, где она сейчас есть. Ну, я уважаю и Юлию, и Ольгу, и Светлану Ходченкову, которая у нас тоже работала в Росомахе, и в голливудских фильмах тоже, я так понимаю, она принимала участие. И мне еще интересно, почему... Нет, ну, что-то прям как-то обидно, что никого же прям нельзя назвать. Почему? Никого. Ну, потому что... Потому что на самом деле русским пробиться здесь очень тяжело, потому что ты только ждешь роли с акцентом. Если у тебя нет акцента, ты не русская. Если у тебя нет акцента, ты не русская уже. Если у тебя есть правила акцента. Тогда ты не русская. Тогда здесь есть такие, которые... Мила Куниц выросла в Америке. Окей, да, да, да. Ну, это Мила Куниц тоже приехала маленькой девушкой. Ну, вот есть парень, который снимается в «Вайкингс», русский парень. Вот он будет, он у него... С «Колокольников», вот, вы знаете, он снимался в «Играх престолов». Да. Он же тоже постоянно работает в «Вильбуде» в Москве. Вот этот, который в «Вайкингс», я не помню его имя, но он такого типа, как он не оказался. Да. Я надеюсь, что молодое поколение актеров русских, и... Я очень поддерживаю молодое поколение вообще. В принципе, я в нас верю, так сказать. Одним словом, я верю в то, что сейчас русские ребята-актеры смогут приехать в Голливуд и работать здесь, и зарабатывать хорошо, и получать роли. Да, может быть, они там не выйдут на уровень А-класса актеров, но работать и получать здесь хорошие гонорары, я думаю, что сейчас это вполне реально, если ты обладаешь определенными навыками. Было бы неплохо, и вот я хочу вставить свою мысль, было бы неплохо, чтобы сделать такой договор между Америкой и Россией, чтобы, если человек снимается в кино, чтобы ему не нужно было разрешение на работу. Чтобы вы просто брали, потому что он киноактер, имеет кредит, его продюсеры хотят, ему не нужно получать разрешение. Да, но это было бы замечательно. Тогда бы и американские актеры могли сниматься в России, и русские в Америке. И тогда бы это было бы, как бы, конечно, в маркетинге. А нашим актерам здесь все время дают роли бандитов или проституток? Ну, не всегда. Это такое клише? Ну, не последнее время. Я к тому, что это отношение к России такое мне интересное, или в этом какая-то другая причина есть? Ну, потому что... А есть примеры, когда русские актеры играют положительных персонажей? Ну, вот пару дней тому назад искали для фирмы, искали, именно написано было Russian Scientist, космонавт, Scientist. Уже могут играть там какая-то там инженер, то есть другие профессии. Я недавно посмотрела Stranger Things, это сериал Netflix, и там очень много русских актеров задействовано в третьем сезоне. Как раз там ученого играет парень русский, и мы этих актеров в России, они не являются топовыми артистами. Но ты видишь, что люди работают, люди работают на своем языке, в масштабных проектах. Вот смотри, я перебью тебя, вот на это Stranger Things мне кастинг-директор позвонила, и она мне дала семь имен. Говорит, Виктор, ты мне можешь помочь найти этих актеров? Они не в Америке живут, они все эти семь актеров живут в России. И я, конечно, начал, я их не знал, но я навел коннекшн через свои знакомства туда-сюда, и я нашел всех. И я звонил первому, и надо было по-английски говорить, ну с акцентом, с русским. Он сразу его первый вопрос говорит, а на каком языке нужно говорить? Я говорю, на английском. Он говорит, а я по-английски не говорю. Все, пошел к следующему, в следующем начал говорить по-английски, так плохо говорил, что его ничего не было понятно по-английски. Пошел к третьему, третий говорит, я очень сейчас занят, у меня там прачек, в котором я снимаюсь, не могу. А другие тоже, или у меня была, ну тоже были какие-то из семи, никого не нашли, не взяли. Но они нашли все равно, актеров для этого сериала нашли в России, но не тех, кого они хотели. Но все равно, это как бы пример того, что люди работают, зарабатывают. Кстати, хотела о гонорарах тоже с вами поговорить. Гонорар актеров в Лос-Анджелесе, в Голливуде, в Америке. Я думаю, что отличается от гонораров в России. И мало того, что даже если ты делаешь здесь небольшую роль, потом в России ты становишься звездой. То есть тебя уже в России понимают, как будто ты... Ставка там выше в России, сразу повышается ставка. Окей, я не знаю, как в России ставки, честно тебе скажу. Я там не агент в Голливуде, это ты больше знаешь, чем я. Но я тебе скажу, ставка в Голливуде, и ты мне сама скажешь, какая разница. Значит, смотри, здесь есть Non-Union и есть Union. Screen Actors Guild Union. То есть Non-Union, продюсеры могут с тобой договориться за любую цену. 50 долларов в день, 100 долларов в день, 500 долларов в день. Это уже в зависимости, сколько у них есть денег на зарплату. И какой ты актер, Non-Union, это договариваются. Если это Union, опять же, там есть разные расценки. Там есть Ultra-Low Budget, Modified Low Budget, Low Budget, потом Normal Budget, и потом еще есть Overscale. То есть начинается с 195 долларов в день. Если это через Union, это все получают такие деньги. Если это фильм, сделан за определенные деньги, разные баджеты фильмов, разные расценки. То есть если это все получают, то все получают 195 долларов в день. Потом следующий, там 300, 390 долларов в день, это так примерно. Это следующий баджет. Потом баджет, где-то 500 с чем-то долларов в день. Потом баджет, где-то 800 долларов в день. Это самый потолок. 800 долларов в день за 8 часов рабочего дня. Все, что больше, платится Overtime, то есть Double Time, то есть посчитай, там 200 долларов в час, там или сколько. Теперь, если ты, например, истаблишь актер, и ты работаешь уже много, и у тебя повышается ставка, ты больше не работаешь за 900, там за 800 долларов в день. Твоя цена, если когда тебя хотят, мне звонят, керстен директор, он говорит, вот his price, вот his range. Я им говорю, что ее расценка, там 3000 долларов в день. Хотите, берите, это такая ее расценка. И они там говорят продюсерам, продюсерам говорят, окей, мы ее хотим, мы заплатим 3000 долларов в день. То есть потом они могут торговаться, 3000 долларов в день, если это два дня, 6000. Но если это, например, неделя, они могут, там, за неделю мы дадим чуть меньше. Но это опять же 3000, потом может быть 5000, может быть 10 тысяч. Например, ну, я не буду говорить, там, называть, там, есть актеры, которые получают меньше, чем 5000 не работают в день. А есть актеры, которые там 100 тысяч долларов в день, и не меньше. У каждого актера уже и ставлюсь актеры, есть своя расценка. То есть, а вот Union Sagatara, он занимается тем, что оказывает поддержку актерам кино, и также ставки повышаются, когда ты находишься в Union, есть ли смысл, когда ты молодой актер, вступать в Union, опять же, приезжаешь из другой страны, есть ли смысл вступать в Union? Какие возможности дает Union актерам? Никаких. Возможности. Никаких возможностей не дает. Union не дает тебе ни экстра дышанс, ни экстра ничего. Union просто в основном, как бы, должны тебя протект. Защищать тебя должны на площадке. Защищать тебя должны, и больше ничего. Но если ты, например, они могут защищать, если ты получаешь миллионы долларов, есть что защищать. Но если тебе платят там 100 долларов в день, там нечего защищать. По идее, ты должна быть лучшей актрисой уже, раз ты в Union. И у тебя есть больше, но, пособило тебе работать на крупнее праджектов. Поэтому уже и вроде деньги должны быть лучше, но все равно не так легко найти в Union работы. Очень много желающих со всего мира. На каждую роль по 10 тысяч человек. Понятно. То есть подразумевается, что ты уже большой профессионал, когда ты в Union. И у тебя не может быть недостатка проектов. Конечно, намного. Это просто самоубийство, если люди, которые не знают, у них вообще никакого кредита нет. Они сделали экстра. И вот там, например, background, это называется background. Как массовка, если ты ходишь в Union, то в принципе он тебе... И ты получила ваучерс, три ваучерс, они идут и платят 3000 долларов и вступают в Union, приходят ко мне и говорят, я в Union. Я говорю, а что ты сделал? Он говорит, ничего. Экстра сделал. Я говорю, ну кому ты ножишь тогда? Но они посмотрят, ты ничего не сделала. Какая разница, что это Union или Union, это тебе... Ну тебе предоставляется возможность проходить пробы на более... Да, но у тебя нету кредита. Кредита, тебя даже не вызовут, потому что нету кредита. Они возьмут на пробу человека, у которого уже есть много кредита. Если ты входишь как background или экстра в Union, то он тебе не так нужен. То есть он тебе необходим, когда у тебя уже есть большие проекты, большие неработки. Когда ты сыграл в массовке или сыграл эпизод и вступил в актерский профсоюз, это не дает тебе никаких привилегий. Когда ты находишься в Union, тебе необходимо иметь проекты действующие, которые уже имеют определенный уровень. Этот уровень должен быть достаточно большим, чтобы продолжать в Union и иметь работу. Так как если ты не в Union, ты можешь сделать проекты только на Union. Их гораздо больше, чем проектов Union. Намного больше конкуренции уже более крупным опытом. Потому что ты в Union там люди уже, которые что-то сделали. И они попали все в Union. Когда у тебя ты ничего не сделал, тебе нужно получить кредит, тебе нужно получить демоны. Тебе нужно сделать наработки. Тебе нужно показать, что ты можешь сделать. Потому что ты конкурируешь с опытными людьми. У них есть что показать. А что ты покажешь? Ты говоришь, я вот в Union, ну что? Вообще, это очень важно. В Голливуде я заметила, что когда у людей есть что показать. Конечно. На все встречи приходят с шоу Рилом, с материалом, который ты сделал. То есть ты должен его представить. Этот материал должен физически быть у тебя в руках. Конечно. Если там какая-то сценка, ты, например, в сцене, ты должна кого-то запретить. Окей? Покажи мне сцену. Запиши сцену. Ну покажи, как ты это сделаешь. Или если ты режиссер, или даже менеджер актерский, ты тоже должен предоставить вот мои клиенты, или там вот мои проекты, которые я снимал, которые я режиссировал, или продюсировал. Я посмотрю, вау, мне это нравится. У меня очень хорошая актриса. Какой у нее талант. Я хочу ее репрезент. Я хочу показать то, что я сделал. Я хочу показать своим друзьям, продюсерам, кестерам, директорам. Мне не стыдно будет показать. Они посмотрят, и им понравится. А если у тебя нечего показать, как я могу дальше этого человека проталкивать? То есть в Юнион нужно вступать, уже имея какие-то наработки. Пусть даже это будет независимое кино, или фильмы, которые не входят в актерский профсоюз. И с этими наработками ты уже можешь вступить в Юнион, и тогда твои ставки поднимутся, и ты уже можешь претендовать на более качественные проекты на голливудском рынке. Но когда человеку суждено где-то оказаться, он там окажется. Правильно. И также хотела еще поговорить об актерах, которые изначально актерами не были. Они были спортсменами. Они были людьми, которые тоже шли за своей мечтой, о чем мы говорили в начале. У вас начинали Игорь Жижикин. У вас начинал Олег Токтаров. Это мой земляк. Он родился в Нижегородской области, в городе Сарове. Можно ли сказать об Олеге Токтарове, что когда ты хочешь чего-то по-настоящему, ты добьешься всего? Можно сказать, конечно, можно. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились об этом человеке? Я познакомился, потому что я тогда был уже в бизнесе 15 лет, я уже не помню, 15 лет, по-моему, где-то в этом. И он пришел ко мне и говорит, что я вот слыхал от других людей, что ты помогаешь русским пробиться в кино. И тогда я еще был более популярный. Почему? Потому что сейчас раньше-ка на мне звонили, и не было интернета. И все русские были у меня в руках. Ну вот тогда вот Олег ко мне пришел, говорит, я хочу быть актером. Я говорю, хорошо, Олег, но правда. Я говорю, я буду тебя с удовольствием репрезент и помогать тебе. И все, значит, через неделю я его послал на пробу на Аэрофорс-2 с Херрисенфорд. И вот тогда он стал секс-елегибл, тогда стал в профсоюз, попал в профсоюз. Вот, и это его было первое кино. Но после этого «Аэрофорс-1» и еще там пару фильмов, конечно, его уже в России намного больше узнали, и ему доверили, что он актер, и его там ставки. Там он может работать намного больше, чем здесь. Здесь не всегда нужно русский. Не в каждом фильме нужно русский. Там в каждом фильме нужно русский. Поэтому там он может работать нон-стап, если он хочет работать. Главное, если фильм хороший, вот это самое главное, потому что очень много фильма делают, которые только русские смотрят. Если фильм делается в Америке, его весь мир смотрят. Это правда. А если делается фильм в России, то его русские только смотрят. И половину из этих фильмов их даже не смотрят. Кстати говоря, у Олега было много больших картин, где он сыграл главные роли. И одна из них это картина «Хищники», где он напомнил с голливудскими звездами. Эдриан Броуди там играет с ним, его партнер по площадке. Я считаю, что это можно назвать успехом. Успех, конечно, успех. Вы вот говорите, что не могу назвать ни одного имени, для меня как бы все равно. То, чего достиг Олег Токтаров, является подтверждением того, что все возможно. При том, что человек изначально, он не был актером, он был спортсменом. Арнольд Швоценеггер. Он не был актером. Он тоже самое был спортсменом. То есть вы считаете, что большая роль была в том, что он был чемпионом UFC к моменту того, чтобы стать актером? Это начало было, конечно. То есть все-таки маркетинг? Нужно что-то, чтобы зацепиться. Но если у тебя ничего нету, никакого бэкграунта, ничего нету. Ну как, ты только релай на свой талант, и все. А что, мало талантливых людей во всем мире? Полно. Я просто заметила, что часто люди, которые вообще даже не планировали становиться актерами или сниматься в кино, вдруг по какой-то причине, будучи успешными, либо в другой области, либо попав куда-то совершенно случайно, навстречу, становятся звездами. Ну, потому что, если человек имеет хоть маленький талант, его можно развить, этот талант. Если он вообще не имеет, то ничего не сделаешь. Надо иметь маленький талант и желание. Тогда можно развить. Да, просто сколько драматических актеров русских приезжали сюда, возвращались обратно, опять приезжали, и все-таки почему-то они возвращаются в Россию. Ну, потому что там больше работы, больше работы, чем здесь. Здесь, ну, для того, чтобы все время работать, быть талантливым, все время работать, нужно иметь талант и не иметь акцента. Тогда ты будешь здесь работать все время. Но когда человеку суждено где-то оказаться, он там окажется. Правильно. Я хотела бы еще поговорить о вас. Помимо того, что вы более 30 лет являетесь, я повторюсь, единственным русскоговорящим агентом в Голливуде. Вы также являетесь продюсером фильмов. И расскажите, пожалуйста, об этих картинах, которые вы помогали создавать. Расскажите, какие у вас планы на будущее. Хотели бы вы еще продюсировать кино и заниматься кино? Потому что все-таки я так понимаю, что любовь к кино у вас началась, как вы сами говорите, с детства. Да, маленький. Конечно, хотел бы продолжать. Когда ничего не делаешь, то не живешь. Когда делаешь что-то интересное, то тогда интересная жизнь. Я буду всегда, наверное, продолжать представлено как бы репрезент актеров. Но, может быть, чем дальше, все меньше и меньше. Потому что, знаешь, все-таки это большая работа. И когда человек молодой, у него есть много энергии. А уже меньше энергии, зачем мне взять крупнее актеров? Тогда меньше работы, но больше толку. Короче, как продюсер, я продюсер какого типа. Я находил людей, которые хотят в Холливуде сделать фильм. И имели деньги. Но не знали, куда с этими деньгами что делать. У них есть был скрипт, есть был праджик, которые не хотели его претворить в жизнь. Но они не знали ничего. Окей, я их соединил с продакшн компанией, с одним продюсером, которого я знаю, который продюсер Альпучино, фильм «Продюс». То есть он с Альпучино очень близкий друг «Скарфейс». Один из продюсеров «Скарфейс» фильма. И вот я их соединил. И они понравилась история, друг другу сошлись, и вот они сделали фильм. То есть без меня бы этого фильма не было. И они дали мне там кредит, как продюсер. Вот это я считаю, я заслужил кредит. Что касается фильма «The Code of Cain»… Это другой. А расскажите, то есть я посмотрела на МДБ, то есть у вас много картин, где вы в качестве продюсера. Ну да, но я же говорю, это какого типа продюсер. Вот в этом я так сделал. В другом я нашел, тоже нашел деньги, небольшую сумму. Да, все мои, очень много в этом фильме, мои актеры. То есть я знал продюсера, он пришел ко мне, говорит, у меня есть вот такой вот скрипт, я почитал, мне понравился. Он говорит, вот то-то, то-то у меня есть, то-то, то-то мне нужно. Да, вот окей. И окей, я ему помог, я ему нашел это, я много локейшин нашел и соединил. То есть я ему очень много помог. То есть я был как продюсер, поэтому он мне дал кредит продюсера. Даже я ему маленькую часть денег нашел, у него там не хватило, я ему нашел маленькую часть денег. То есть там тоже я сделал большой инвестмент в этот фильм. Вы получаете удовольствие? Ну конечно, конечно, это интересно. Ты потом смотришь на правду, который еще хорошо получился. То есть это что-то осталось после тебя. Ситуация с Харви Байнштейном? Окей, с ракеты базы от бизнеса. А в профессии менеджера есть какие-то сложности? Ну я уверена, что есть. Менеджер и агент это одно и то же. Менеджер просто дает советы людям. То есть я могу им найти агента. Я им советы даю. В связи с этим хотел. Вот менеджер от агентства, чем отличается? Менеджер больше и просто. Для ребят, которые будут приезжать, актеров, которые будут себя здесь пробовать. Это почти одно и то же. Потому что и один, и второй может находить им работу. И один, и второй может не гошеить. То есть у меня есть лайценз. Я могу не гошеить. Я могу все делать то же самое, что агент. Но я считаю себя как менеджер. Потому что я еще даю советы. Я еще даю кайт. То есть агент. Обычно у него много людей. У него нет времени заниматься индивидуумом. Именно тобой. А мне это нравится. Поэтому я очень много иногда. Люди меня спрашивают. Я с ними целые полчаса проведу. Или там час. Они говорят спасибо, спасибо. Ты мне много научил. Хоть мне это ничего не дало. Ни деньги, ничего. Но мне было интересно человека научить. Вот это вот больше как менеджер. Ну то есть когда вас берет агентство большое. Там вас будут заинтересованы не так, как если у вас есть свой менеджер. Потому что менеджер будет вам давать советы. Индивидуально. Именно которые относятся. Ну менеджер будет тебе помогать во всем. Что они уже не должны. Только они тебе найдут addition. И тебя букают. И тебе не гоши. И ты все. А менеджер будет уже делать все остальное. Именно конкретно тебя продвинуть в индустрии. Найти тебе агентство. Познакомить с людьми. Отправить на пробы. У него много задач. И по процентам, которые берут менеджеры и агенты, они тоже различаются. Менеджер обычно берет 15% за гонорара. Агентство 10%. Правильно? Агентство 10%. Менеджер может брать от 10 до 20. Там нет такой цены, что один может брать 10, другой 15, другой 20. На мой взгляд, одна из больших сложностей актерской профессии, это то, что эта профессия очень зависимая. Ты зависишь от мнения режиссера, от субъективного взгляда продюсеров, от обстоятельств, от тех же звезд, которые сложатся или не сложатся в определенный момент. Вот в вашей карьере есть ли какие-то моменты, которые были для вас сложными, которые вам приходилось преодолевать, но вы их преодолели, и вот за что вы благодарны вашей профессии, тому, что вы делаете. Такой пример. У меня была одна клиентка, которую я нашел и пробивал. Это еще в начале моей карьеры. Мне было просто это интересно. Я был молодой, мне было интересно это делать. И я ее пробивал, у нее был талант. Я пробивал ее с нуля. Вообще ничего не было, никакого кредита ноль. Только театр. Никаких проектов. Да, и я ее довел до такого, ну, уже начала получать, и много телешоу, и фильмов, и уже начала получать такие более-более солидные прадекты. И один фильм она получила, самый последний, получила фильм «20th Century Facts». Она одна из главных ролей. И был большой, большущий скрининг этого фильма. И там были другие, другие большие актеры были. И ее увидал один агент. Я тогда был тоже агент. Сейчас я менеджер, раньше был я агент с другого крупного агентства, которых репрезент, типа там, там, Круз, такого, такого калибра. Виктора подошел и сказали, и там, просто подошли и сказали, что «Вы знаете, девушка, вы переросли Виктора. Он сделал miracle для вас. Мы бы этого не сделали для вас вначале. Но то, что он вам сделал, вы уже доросли до нашего уровня. Вы не хотите перейти к нам в эженсе». Ну, как она скажет «нет». Конечно, она ушла. Но это было в начале моей карьеры. И мне было очень так обидно, что я хотел просто бросить бизнес и уйти. Что я сделал на два дня. Но потом я подумал, что она не меняет ничего. Таких, как она, много. Надо продолжать и бороться дальше, и не бросать. И я продолжал. Пришел обратно и продолжал, и забыл за нее. И продолжаю до сих пор. Но ее карьера никуда не пошла. Она сделала ошибку. Но она просто должна была и со мной остаться. Сказать мне, что ей предложили. Пойти и к ним, и со мной. Она пошла к ним. Они попробовали. Надо было много работать. Они не хотели этого сделать. Они, наверное, там просунули еще какой-то там маленький фильм, который провалился. И ее просто бросили. А когда ее бросили, никто ей не давал такое уделение внимания, как я. И она просто уже как бы потухла. А если бы она была и со мной, и с ними. А если они ее бросили, она продолжала бы со мной, и, может, сейчас она была вот big star. То есть самый болезненный момент, это когда ты вкладываешь душу, и тебе кажется, что ты этого человека, ты ему поможешь. Это вот один из минусов быть агентом или менеджером. Но я уже привык к этому. Поэтому я уже не боюсь этого. Вот видите, я считаю, что вы свою мечту осуществили, потому что у всех есть сложности. И несмотря даже на сложности, которые были у вас, все равно у вас прекрасная репутация, вы очень уважаемый человек. Первый человек, к которому, когда приезжают русские ребята, актеры, идут все к вам. И это дорогого стоит. Я хотела у вас деликатно спросить о теме харассмента в Голливуде. Я лично не сталкивалась с подобными ситуациями, но об этом очень много слышала. И после того, как вот... Какая ситуация? Когда случилась эта ситуация с Харви Вайнштейном. Окей, окей. Вот. И там было много всяких мнений разных. Хотелось бы у вас спросить просто ваше мнение по этому поводу. Есть ли надежда на то, что все-таки в основном в кино попадают люди по-честному? Или все-таки большинство случаев, когда не по-честному? И так, и так бывает. То есть это зависимость и от продюсера, от директора. В каждом человеке есть разные качества. Есть человек, который для него искусство, это на первом месте. Все остальное на втором плане. Это не имеет значения. Он честный, порядочный, он делает искусство. Есть люди, которые для них другое на первом месте, искусство на втором месте. Поэтому есть разные индивидуалс. Ты не можешь всех судить на одну мерку. Человек, который в конце концов, он попадается, если он ставит свое иное искусство на задний план, то он попадется когда-то. Это он себя не будет чувствовать уверенно. Вот как с Харби Фуэйнштейн в этом смысле. Все знали, чем он занимался. И все знали его поведение. Но никто не обращал внимания, пока оно не вышло наверх. Когда вышло наверх, тогда все от него отвернулись. Хоть все и знали. И так не только он. Много есть таких. Просто сейчас они все боятся. Но это всегда такое было. Всегда. Просто называли именно достаточно больших звезд голливудских. И, конечно, это вызвало резонанс. Конечно, по всему миру вышло. И, конечно, это неправильно с его точки зрения. Если ты такой большой человек, ты заставляешь актрис, ты им говоришь, что я тебя возьму. Либо ты ставишь человека перед выбором. Да, или я тебе дам твою карьеру, если ты сделаешь это. То есть ты как blackmail. Но шантажируешь человека. Вечер не годится. И решаешь за него его жизнь. Конечно, конечно же. Ты порчишь человеку жизнь, можно сказать. То есть у вас не было таких ситуаций с вашими клиентами, например? У меня никогда не было и не может быть. Я имею в виду, что у ваших клиентов никогда не возникало с продюсерскими компаниями. Я вот это имею в виду. Можно сказать, что было пару раз. Можно сказать, было. То есть чтобы они к вам пришли и сказали, Виктор, вот мы хотим пожаловаться. Вот такой момент. Было такое. Ну, я один раз сказал, слушай, я не могу подать на него в тюрьму или что. Если это твое дело. Это твое личное дело. Ты или скажи да, или скажи нет. Он же тебя не заставляет. А в другой раз я просто позвонил продюсеру и сказал, что ты знаешь, что ты нехорошо делаешь, я тебя больше не буду посылать актеров. Есть много таких примеров, которые я могу интересных привести, чтобы люди потеряли, можно сказать, карьеру. Из-за своего поведения. У меня был один клиент. Он сейчас ушел, не в кино снимается, он ехал, воюет в Афганистане. Но он был очень талантливый актер. И один раз я его нашел работу в большом фильме, 20th Century Facts. И он получил работу, там большую роль, суппортинг роль, все. И он пошел, поехал на машине и запарковался не в том месте, где там написано было No Parking. И он поставил машину и уходил от машины на съемки. Подошел Security, который в машине паркует там, и говорит, ты не здесь, не можешь парковаться. Это место только забронировано для двух самых больших продюсеров. Он говорит, так, ты мне не говори, я тороплюсь, пускай стоит. И пошел. И он даже ему еще нагрубил. Тот быстренько позвонил продюсеру. Продюсер подходит к нему и говорит, во-первых, ты никогда не имеешь права оскорблять человека, который тебе говорит убрать машину. Вот за то, что ты сделал, забери свою машину, уезжай с лата и не возвращайся. Говорит, you fired. Ты уволен. И да, и все. Он пошел даже на Сакрафайз, ему пришлось остановить съемки и взять другого, или снимать эту сцену в другое место, в другое время. Но как так? Человек, ему говорят, машину забери, человек, который поставил на это место, смотреть, чтобы никто не запарковался. А он, ему как бы, я делаю, что я хочу, и кто-то такой. И все. Из-за такой мелочи он потерял карьеру. Виктор, какие советы вы бы могли дать, порекомендовать вообще на будущее актерам, режиссерам, продюсерам? Самое главное, кино это хорошая вещь, особенно если хорошее кино. Если смотришь хорошее кино, нельзя оторваться и забываешь немножко, part of your life уходит в фэнтези. Потому что кино это фэнтези. И ты забываешь о много разных вещей, которые уходят на задний план. Но для того, что ты хочешь присутствовать в этой фэнтези, ты должен делать все правильно с самого начала. Во-первых, ты должен знать, или у тебя есть талант. Если у тебя таланта нету, forget it. It's not your business. Есть много бизнесов, которые ты можешь делать без таланта. Но это единственный бизнес, быть актером, нужно иметь талант. Если нет таланта, ты будешь просто как клоун. Тебе ты никогда не станешь наверху. Ты можешь сниматься как экстра. Или сниматься в ролях, там в онлайн, ту лайн, в очень маленьких ролях, которые... Какой смысл? Это что, твоя жизнь сниматься в таких ролях? Поэтому я считаю, что если ты хочешь пойти в этот бизнес, первым долгом проверь, или у тебя есть талант. Как проверить? Возьми какую-то интересную сцену, или чтоб кто-то написал, и ты возьми эту сцену, уже готовую там, как другие актеры, и сделай ее, как ты сам считаешь. Должен сделать. Сыграй. Сыграй. И покажи людям. И чтоб посмотрели других людей мнение, как ты это сделал, и сам посмотри своим глазом. Тебе нравится? Если тебе нравится, как ты это сделал, есть талант. Но если нет, не нравится, как ты с самого начала сделал, forget about your business. Окей. Это первое. Есть талант? Иди в этот бизнес. Второе. Есть люди, которые имеют талант, но не имеют бизнес-knowledge. Они не знают, что делать. Вот они просто потерялись. Вот ты иногда приезжаешь в город, и ты не знаешь, что делать в этом городе, куда идти, первым что-то, и просто потерялся. Так само и здесь. Человек имеет талант, но не знает, что дальше делать. Значит, найди человека, который тебя будет вести. Тебе все расскажет, куда идти, что делать. Если ты не можешь запомнить, запиши все это. И follow the order. What you've been told by smart person, follow the order and do it. When it's all done, может быть, найди еще человека, который еще более на высшем уровне. И так и продолжай. Потом, есть много вариантов, которые ты... Пойди, найди самую лучшую школу актерскую. Опять же, не долго, не нужно в актерской школе заниматься 2-3-5 лет. Можно всю жизнь заниматься, ничего не выучить. Или одно и то же учить. Пойди в школу, которая тебе не заберет много времени, а ты будешь за маленький срок знать все, что тебе надо. Ты потом можешь продолжать ходить в школу. Ну, как наш спортсмен, если он не будет постоянно тренироваться, он будет расслабленный. Актер, если он не будет постоянно себя держать в форме, он будет как бы тоже как ржавый. Нужно для того, чтобы ты чувствовать уверенный, ты должен постоянно себя держать в форме. Не для того, что ты не знаешь, что ты делаешь. Даже большие известные актеры ходят в актер студия, тренируются. Или даже берут коч, когда у них там большая роль, они все берут коч. Что он не знает, как акт. Репетировать, чтобы чувствовать себя уверенным. Вот, это второе. То есть, актерство, школа должна быть... Ты должен знать, что ты делаешь. Потому что много есть таких вещей не то, что по таланту. А где стать, и что, как себя вести, это все надо знать. Это все техникал. Кстати, у нас этому тоже не учат в наших институтах. Это плохо. Здесь в Америке учат, как встать на точку, как поймать свет, как работать на киноплощадке. А в итоге... В какую сторону повернуться, как это все делать. Ну, где много надо, это много надо знать. Сейчас это очень легко сделать. Сделайте веб-сайт. На этой веб-сайт все о себе. Сделать разные... Ставить... Можно все время записывать разные ролики. Разные деморуил. Как ты там в баре, там кого-то... С кем-то разговариваешь в баре. Потом с кем-то ты ругаешься в баре. Потом драку можно записать. Потом... Столько много можно сделать разных роликов. И все это ставить. Все это ставить на свою веб-сайт. На веб-сайт. На ютуб можно ставить. Чем больше людей фолло... Сейчас еще новый тренд. Сейчас еще фолловерс. То есть каждый человек может иметь миллионы фолловерс. Если ты там какой-то интересный спортсмен. Или ты можешь делать... Там на роликах ездить так, как другие не могут. Или делать там... Брисфайр. Или кушать... Ну а шпаги кушать, глотать там. То это ты можешь тоже записать все это на пленку. И показывать на ютубе. И у тебя будет очередь людей смотреть на твои новые... Каждый раз видео ты записываешь. То есть у тебя есть там 3 миллиона фолловерс. И ты приходишь к продюсеру и говоришь... Смотри, у меня 3 миллиона фолловерс есть. Которые если я поставлю завтра твое видео. Они все это увидят. Он скажет... Вау! Классно! Я тебе поставлю свой трейлер. И все. Ты уже получил работу не из-за того, что ты... Ты уже стал селебрити. Маленькая селебрити. Это тоже важно. Таких очень много важных факторов, которые можно сделать так, чтобы выйти вперед других актеров. Выстрелить. То есть опять же... История идет о том, чтобы показать то, что ты умеешь. Показать это наглядно. С помощью веб-сайта или с помощью видео, с помощью гаджетов. Пиар очень важно. Каждый актер должен иметь много разных видов. Есть Facebook, есть Instagram. С этим людьми можно связаться онлайн. Кастин, я посмотрю, вот это убийца. Расскажите, пожалуйста, про актерские платформы, которые работают онлайн и работают по всему миру, как я понимаю. Они называются LA Casting, они называются Actors Access, они называются Backstage.com. Casting Frontier. There is a three measure right now, three measure. Well, in England, there is a spotlight. Spotlight, yeah? Знаешь такую? То же самое, как в Америке, Breakdown Services, который по всему миру, там дается все поиски актеров, которые ищут актеров для разных сериалов, для фильмов. Потом для рекламы идет LA Casting and Casting Frontier. Это две сайты, которые в основном для commercial и print. Иногда фильмы тоже туда влазят. Еще есть вот Spotlight, это в Англии. Там все английские фильмы, когда там в Европе кастят, оно все идет через этот Spotlight. И вот это вот такие платформы, которые там нужно иметь профайл. То есть, что значит профайл? Фотографии, не одну фотографию, потому что ты не можешь все время на все роли поддаваться одним лицом. Это как был когда-то фильм «Человек of thousands faces». Был когда-то, много лет тому назад в России фильм. Это то же самое. Ты должен, каждый актер должен иметь много разных лиц. То есть, ты должен иметь лицо под лицом, ты должен иметь лицо хорошего человека, круг. Там много разных лиц ты можешь. Это как ты оденешься и как ты сделаешь выражение лица. Вот так тебя на тебя и посмотрят. Ты можешь, Керстен Диак посмотрит, сказать, вот это убийца. У меня, я приведу быстренько один пример. Я сделал одного актера, как бы он сейчас более-более из русских выбивается вперед. Он работал в каждом ТВ-шоу большие роли, герстар. Наверное, у него 25 герстарных есть и много фильмов. Он работает, во-первых, у него талант есть. Он идет на одышен, он всегда получает колбэк. И почти каждый 75% раз он получает работу. Что он первый раз, когда он только пришел ко мне, и он пошел на одышен. Я ему помог выиграть эту роль. Что я сделал? Он пошел на одышен, он конкурировал. Илья Волох там был, все там были, все русские актеры были. Я ему сказал, ты когда пойдешь, он должен быть убийца. Возьми, пойди в театральный магазин и сделай шрам на лице. Поставь такой шрам, чтобы просто их заворожить этим шрамом. От глаза до подбородка сделай шрам. И он так, он говорит, интересно, хорошая идея. Он пошел, купил такой мейкап и сделал шрам. И пошел на одышен со шрамом. Кастинг директор, во-первых, он хорошо сделал, конечно. Но они смотрели на его шрам, они были изображены. Он пошел на колбэк, сделал такой же шрам. Получил роль. Когда он получил роль, побил всех. Удивил. И потом проблема, когда он придет, идет на съемки, как он, у него же шрама этого нет, это он сделал искусственный шрам. Я звоню к кастинг директору и говорю, есть маленькая проблема. Вы его взяли из-за шрама или из-за его актерского мастерства. Она говорит, обои, опа. И продюсерам, и его, конечно, он очень хороший актер, но им очень понравился его шрам. Я говорю, окей. Я говорю, ты должен делать такой шрам, как ты сделал. Он сделал шрам, пошел на съемки, все. Когда после съемок к нему подходит продюсер и говорит, у меня такой нескромный вопрос, как ты получил этот шрам? Что у тебя случилось в жизни, что ты получил такой шрам? Поэтому это тоже очень важно. Такие вот вещи, нужно за это всегда думать. Ты знаешь, сколько людей ко мне приходит? Я им все это рассказываю. Они выходят от моего офиса и даже не ставят фотографию. То есть было просто час или полтора потеря времени. Потому что ты ему все рассказываешь. Он говорит, все, все, хорошо, хорошо. Уходит и даже фотографию не ставит. И потом мне звонит через три месяца. Он говорит, я ни одну я дышит не получил. Я говорю, ты даже фотографию не поставил. Как Кессен-дектор увидит, с кем она увидит тебя, если там даже фотографии нет. То есть ваша задача основная? Все рассказать, научись. Рассказать, научись и помочь. Но я не могу заставить. Да, не надо заставить никого. Не получится. И только ты сам или сама сможешь воплотить мечту, сможешь исполнить свои какие-то стремления или желания. Это все самостоятельная работа. Огромная заслуга менеджера в этом процессе. Потому что, конечно, это колоссальная помощь и поддержка. Но если ты сам не захочешь, ничего не получится. Конечно. Если ты сам не будешь действовать, искать людей, как Виктор нам сказал, которые дают правильные советы, по-человечески общаться с этими людьми. Искренне. И сейчас есть Facebook, есть Instagram. С этими людьми можно связаться онлайн, узнать у них, как они работали в Голливуде. Я так делала, когда приехала там. Дмитрий Будрин, вы его знаете. Да. Я с ним общалась просто касательно профессии. Как он там в фильме с Де Ниро работал. Тоже наш земляк, русский человек. Тоже у меня начинал. Да, тоже начинал у вас. И работал, и играл большие роли. С этими людьми можно пообщаться, можно у них узнать что-то интересное. Как вот мы сегодня очень много интересного узнали от вас, Виктор. Вам большое спасибо за то, что вы уделили время. За час не узнаешь то, что я сделал за 35. Да. И мы сейчас были, общались с Виктором Кругловым, с актерским агентом, с менеджером, с человеком, который осуществил свою мечту, с человеком, который любит кино, любит жизнь, не сдается, несмотря на трудности, и человек, который является для нас примером. И также проводником многих талантливых людей в этом большом-большом мире, который называется Голливуд. «Американский кинематограф». Спасибо вам большое, Виктор, за участие, за ваше время. Пожалуйста, ребята. Будьте здоровы. Можете продать это интервью. Будьте здоровы. Я надеюсь, что молодые актеры вдохновятся вашими словами, вашим энтузиазмом, проникнутся уважением к вам и к вашему жизненному пути. И будут уже не бояться приезжать в Голливуд, потому что у вас всегда есть надежная поддержка здесь, надежный человек, который, ребят, русских и европейских, с удовольствием поддерживает, как агент. Но только от вас тоже много чего зависит. Помните об этом. И не бойтесь ничего. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Надеюсь, сегодняшнее интервью было для вас интересным. Жду ваших отзывов, комментариев, предложений. Если вас интересуют люди, которые успешно работают в Голливуде, не будучи коренными калифорнийскими жителями, пишите имена в комментариях. Я буду рада с ними встретиться лично и рассказать вам о них. Спасибо большое за внимание. С вами была Наталья Бергер. Увидимся. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова